20 октября 2024 год. Услышал я вчера еще раз, что Россия тратит в следующем 25 году 140 миллиардов долларов на военные нужды. Ну то бишь на уничтожение украинцев, будем говорить прямо. Думаю, где-то эти цифры, где-то это число, что-то оно мне напоминает. И вспомнил, в России население 140 миллионов. То бишь, если мы берем всех вплоть до младенцев, это на каждого просто по 1000 долларов можно было потратить. Ну не будем даже там младенцев что считать, да, как бы некорректно. Ну в семье 4 человека, чтобы было понятнее, то есть каждый из россиян, если бы в следующем году не пытался Путин со своей кликой убивать украинцев, а просто раздал эти деньги согражданам, россиянам, то каждая семья из 4 человек, да, получила бы около 4000 долларов, ну или 400 тысяч рублей для деревянных. Мне показалось это весьма примечательным, да. При средней зарплате, сколько там в России? Ой, пенсионеров 20 тысяч, 10 тысяч иногда. Ну в общем, ладно, действительно, это не будет дело, просто когда ходите туда тратите, еще же там на корейцев тратитесь. То есть я, кстати, корейцев одобряю страшно, понимаете, во-первых, это опять же для России расходы на северокорейцев потратиться. Во-вторых, мы как украинцы на северокорейцах можем очень хороший изыск иметь, ну то есть в пользу, в пользу какую. Вы представляете, вот я вот послушал сейчас недавно человека, который тоже рассказывал про северную Корею, говорит, Южная Корея северные люди переживают, что начиная с ковида, там в 20-м году, ковид 19-го года, да, не было перебежчиков, границы закрыты, и мало есть разведданных про северную Корею. А вот вы представляете, что из этих там, сколько там, 12 тысяч этих северокорейцев, спецназов, сюда-сюда пулят. Из них кого-то, ну кого-то же мы возьмем, блин, кто-то сам сдастся, блин. То есть, и вот это вот, вы представляете, какой это получится подарок Южной Корее. Я думаю, там у нас и вот эти крабы, крабы делают Южная Корея, отлично, я их видел, блин. Это совместная с Польшей савушка, вот такая. Ну ладно, я думаю, что, так что, за северокорейцев молодцы. И деньги потратите, и нам пользу принесете, и какой он, я так понимаю, опять же говорю. Если северокорейцы не будут в армию, если он весит меньше 50 килограмм, ну, я слышал про такие нормативы. То я вот как 110-килограммовый дважды с половиной с лишним южнокореец, северокореец, да, не южнокореец. Южнокореец, почему я говорю северокорейцы хоббиты, а на южнокореецах так не говорю. Потому что за 70 лет советской власти на 15 сантиметров в среднем ниже северный кореец, чем южнокореец. В силу питания, особенностей питания, или, скажем так, его отсутствует. Ладно, хотел еще чуть-чуть зацепить этот вопрос вчерашний по поводу, когда я говорил про ухилянтов, да, еще в мае рассказывал. Вчера тоже привел пример крыс, там 9-этажный дом, сверху Советского Союза с Российской Федерации ползет на нас орда крыс, да. И у нас вот соседи там ухилянты. Один там боится писка крыс, убежал, второй говорит, не буду я, у нас упоров дом ворюга не буду там. Ну, я там перечислял, их там 10 штук, да. Кто-то говорит, да до меня крысы не дойдут, там остановятся еще, там я далеко живу, там от этого места ходят крысы. И неожиданно меня в комментариях очень сильно поддержали, ну, дискуссию поддержали, не меня поддержали, а начинают мне рассказывать. Да тоже у нас были белые крысы, ну, имеется в виду, что местные там какие-то, я так понимаю, власти, там менты, прокуроры, там не знаю, не знаю, что суди, ну, то есть какие-то местные власти придерживающиеся. А пришли серые, они нас убивают, там, а потом кого-то выгнали, белые опять вернулись, то есть нету никакой разницы. Ну, ребятки, я же говорю в комментариях этому человеку, так и вам так же думающих, говорю, ну, про те белых, которые нас обворовывали, ну, вполне может быть, я допускаю, я 30 лет, блин, после Советского Союза тут. Да и в Советском Союзе тоже там такое, блат, да, все, помните, блат, дефицит по знакомству, блин, было такое, ну, при мне было. То есть, а эти убивают, помните, серые, ты не хочешь с белыми, ты с белыми не боролся, тебе одинаково, что белые, что серые, те хоть не убивали, эти просто нас убивают. Второе говорит о том, что, в принципе, ничего, если серые крысы пришли извне, а то жена же превращается в этих крыс. И тогда, как бы, я же про это говорю даже среди этих десяти ухиляндов, что когда поглощают эти крысы серые, захватывают наши квартиры, наши дома, они наших детей, наших жен, наших матерей, они превращают их либо в корм для крыс, либо просто ставят в строй так же самыми этими крысами. Я с Северной Салтольки, первые, кто погиб на циркунах со стороны циркунов, шли на нас россияне, во главе колонны шли крымчане, потому что их захватили в четырнадцатом году, поставили как мясо этих крыс, это уже не серые, это черные крысы, потому что это хуже, чем оккупанты. Для меня предатель гораздо хуже оккупанта, понимаешь, одно дело ты, ну что, ну оккупант, ну вот он такой, понимаешь, он вурдалаг, это Российская Федерация, она то Грузия ей нужна, то Сирия ей нужна, то Украина ей нужна, то еще там, что она ненасытная просто. А другое дело, когда твои, которые присягу Украине приносили, то есть они начинают становиться на сторону этого вурдалата, ну в общем, так что да, мы защищаем, блин, нафиг кто, если ты же как бы, блин, решай уже, ты же против этого и борешься, чтобы мы как можно меньше захватили, а ты понимаешь, что если мы сейчас, вот у меня в Купенске там поколениями мои предки жили, да, там, у меня там вышиванки эти, рушники 150 лет назад, еще мои прапрапапы, и писали, вот дэш-то я крыныченька ж его, все, я сейчас не знаю, Купенск выселяют, на Кавшаровке жил, там, это, Кругляковка, там, все вот это, это все, там, где я в Новосиново в теннис большой ходил играть, сейчас это место бою, понимаете, они разрушат, захватят, и тех, кого смогут захватить, поставят строить, заставят захватывать дальше. Посмотрите, что произошло с Донбассом, сколько там сейчас мужского населения осталось, которое здесь не лягло, блин, со стороны крысиного, этого короля пляшивого. Ну, в общем, ребятки, не пытайтесь отмазаться, то есть имейте хотя бы уже тогда честь сказать, что да, я сдреснул, я ухилян, там, я это самое, а не надо рассказывать, что так у нас же тоже ворюги, так у нас же это не то же самое. У нас, слава богу, блин, не ГУЛАГов, блин, у нас, слава богу, блин, не этих, как это, шуток, была какая-то станица, в которой, Кущевка, Кущевка, в которой годами просто убивали, насиловали, блин, нафиг банда, блин, никто, ничего. Это все-таки разные вещи между Россией и Украиной. Все будут Украины, не переймайтесь.